МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 25-е заседание Совета правительства Республики Западная Армения. Возвращение к армянской идентичности. Парламент Арцаха приветствует информационную кампанию, начатую Луисом Морено О'Кампо. Азербайджан отреагировал на Тойву Клара, предъявив Армении очередное требование. Западная Армения – древняя культура и трагическая история. Армения появилась в престижном журнале «Лонели Планет». Элина Ванесян официально представляет Восточную Армению. 5 августа состоялось 25-е заседание Совета правительства Республики Западная Армения. Заседание открыла президент Республики Западной Армения Лития Маркосян, представив подробности мероприятия, посвященного 104-й годовщине независимости Киликей. Лития Маркосян также упомянула о предстоящей встрече в ЗУМ, посвященной очередной годовщине подписания Северского пакта. Встреча состоится 10 августа. Заседание продолжил председатель Национального совета Республики Западной Армении Армена Кабраамян, рассказав о летнем университете, подчеркнув, проводятся важные работы, чтобы каждый участник мог представить свою работу, связанную с Республикой Западной Армении и армянским народом. Рассказывают армяне Западной Армении, находящиеся под оккупацией Турции. История на земле типична для многих, кто стремится вернуть свою армянскую идентичность. Ее дедушка Саркис выжил во время геноцида 1915 года. Каким-то чудом он был спасен, скрываясь в лесах. Спустя годы Саркиса стали называть Хасаном. Желание Назели вернуться к своей армянской идентичности. Чтобы их не убили в детстве, мама просила Назели представляться неармянкой. Это делала для их защиты. В 14 лет Назели узнала, что армянка, с тех пор начав свой путь к истинной идентичности, чувствуя пустоту, как будто упустила большую часть своей жизни, Назели решила выучить армянский язык, чтобы общаться на родном языке. Назели отправила сына в армянскую школу, чтобы сын говорил на армянском и жил армянской культурой. Мечта Назели увидеть в сыне армянина. Власти Турции утверждают, что в стране нет армян. Однако в Западной Армении все еще есть армяне, которые сохраняют свою культуру и идентичность. Их наследие и культура являются их силой и основой идентичности. Заявление исполняющего обязанности председателя Национального собрания Республики Арцах Гагика Бакунца. Национальное собрание Республики Арцах приветствует информационную кампанию, инициированную первым главным прокурором Международного уголовного суда Луиса Морено О'Кампо, которая проводится в преддверии 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Цель кампании – привлечь внимание к систематическим и грубым нарушениям прав человека со стороны принимающей страны Азербайджана. Кампания также направлена на объединение армянских и международных усилий для немедленного освобождения армянских заложников, незаконно удерживаемых Азербайджаном. После геноцида, совершенного Азербайджаном и полной этнической чистки Арцаха в сентябре 2023 года согласие международного сообщества, включая Армению на проведение такого авторитетного мероприятия в Баку, без четкого определения повестки по ответственности этого государства за совершенные преступления и устранение последствий, создает дополнительные основания для дальнейшей агрессивной и безнаказанной политики Азербайджана. С сентября 2020 года в результате геницидальной агрессии Азербайджана против Арцаха весь народ Арцаха был насильственно депортирован. Также многие армяне незаконно содержатся в Баку. В преддверии столь важного мирового события – одним из ключевых вопросов международной политики. В отношении Азербайджана должно стать также обеспечение безопасного и достойного коллективного возвращения народа Арцаха. Учитывая эти вопросы, мы призываем армянскую диаспору и друзей Арцаха активно поддерживать начатую кампанию. Просим использовать все доступные средства для достижения цели кампании. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем добиться справедливости и обеспечить защиту прав нашего народа. Министерство иностранных дел Азербайджана сочло неприемлемым, что бывший специальный представитель Европейского союза на Южном Кавказе, посол Европейского союза в Узбекистане Тойва Клаур назвал вопрос возвращения армян, насильственно перемещенных из Арцаха, особым случаем. Министерство иностранных дел воспользовалось случаем, чтобы снова предъявить требования, отметив, что Армения должна создать соответствующие условия для заселения азербайджанцев в Армении. Почему-то МИД Азербайджана убежден, что армяне не собираются возвращаться в Арцах. Накануне своего ухода с поста Клаар делает такие предвзятые заявления, которые не связаны с его полномочиями. Это является еще одним ударом по репутации организации, которую в первую очередь представляет чиновник Европейского союза, заявили в Баку. Западная Армения – это армянская территория, колонизированная и оккупированная Турцией. Прошло более века с тех пор, как армянский народ был вынужден покинуть свою первоначальную родину – Западную Армению. Армяне Западной Армении обладают уникальной древней культурой и трагической историей. Западная Армения – это западная часть исторической Армении, которая перешла под власть Османской Турции. В 1908 году Младурецкое правительство, пришедшее к власти после государственного переворота против султана Абдул-Хамита II, воспользовавшись началом Первой мировой войны, продолжило массовое истребление и ассимиляцию армян Западной Армении. В результате геноцида, произошедшего с 1894 по 1923 год, было убито около двух миллионов армян. Почти все армянское население было вынуждено покинуть свою родину. Территория Западной Армении включала семь армянских провинций – Ван, Эрзурум, Харберт, Бетлист, Тигранакер, Себастью, Трабзон. Путеводитель «Лон или планет» посвятил статью Армении, особо упомянув монастыри Санаин и Герард, Центр искусств Гафизчан и пещеру Арени. По мнению автора статьи Джоэла Белсама, Армения – уникальное место как для опытных, так и для начинающих путешественников. Армения процветает не только с точки зрения истории культуры, гастрономии. Здесь обязательно стоит пообщаться с местными жителями. Их гордость и любовь к родине удивительны. Общение с ними поможет почувствовать себя армянином. Элина Аванесова в этом сезоне демонстрирует отличные результаты. Теннисистка вышла в третий раунд на открытом чемпионате Австралии, повторив прошлогодний результат на Роланд Каррес. Перед началом Олимпийских игр в Париже впервые в своей спортивной карьере вышла в финал уже на уровне ВТА, также заняв 58 место. Отметим, Аванесова была одной из десяти лучших теннисисток России. Как передавал Оработаем, Элина Аванесова вскоре будет выступать под флагом Армении. И вот 5 августа ВТА обновила информацию на своем сайте, изменив спортивное гражданство Элины Аванесовой на армянское. Это означает, теперь Элина Аванесова является первой ракеткой Армении. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!